Представьте, что Донбасс сегодня вернулся. Ну вот давайте представим, на секунду. Должны платить им пенсии, которые не платят в большинстве своем. Надо искать резервы, восстанавливать территории. Можно проводить расследование, кто стрелял и станет очевидно, кто герой, а кто военный преступник. Сразу надо возбуждать уголовные дела в отношении преступников, которые совершали преступления против мирного населения. Сразу очень сильно поменяется, да им страшно это делать. Они никогда в жизни этого не сделают. Тогда придется отвечать за очень многие вещи. Здесь комплексно должны поменяться и люди, и подходы. И самое главное, страна должна выйти из-под внешнего управления. Потому что пока мы управляемы, мы будем воевать с Российской Федерацией чем угодно. Языками, головами, депутатами в ток-шоу. Все те, кто зовут, почему-то делают это. Короченький вопрос, просто логическое завершение. Возможность выйти из-под внешнего управления нам, Украине, предоставится осенью на выборах в Соединенных Штатах, как вы думаете? Смотрите, Америка многогранная. Даже партии, да, республиканская, демократическая, они неоднородны. У них есть несколько центров влияния, есть к тому же транснациональный бизнес, который через таких людей, как СОРОС, да, фонды, программы, ЮСАЙДИ и все остальное влияют на политику. Как нами управляют? Нами управляют через нашу власть. К сожалению, которую выбирают наши люди. Неважно, какие технологии при этом применяются. Но, по сути, этот же парламент голосует за законы, которые сдают наши интересы. Этот министр иностранных дел несет эту ересь. Президент наш, да, приезжая с ответственными визитами, тоже говорят вещи, которые ни одному нормальному украинцу невозможно натянуть на голову. Смотрите, разница от того, кто засядет в Конгрессе и кто станет президентом, республиканец или демократ, совершенно нет. Я не вижу. Все зависит от позиции и субъектности украинской власти, которую выберет народ Украины. Я абсолютно уверен, что парламентские выборы будут скоро.